Всем море приветов, дорогие друзья и гости моего канала. Я Нептун, и это канал Нептун Геймстаф. Значит, мы снова здесь. Наше расставание с Алленом Уэйком было недолгим. Мы возвращаемся к прохождению дополнений. Я, конечно, думал, что это будет Американ Найтмер, но это будет чуть позже, потому что у нас здесь два дополнения. Это сигнал и писатель. В общем, они продолжают сюжет основной игры. Именно с них мы и начнем. Ну что ж, друзья, поехали. Сигнал. Узнаем, что было дальше. Так, ну, как мы знаем, мы полностью отдались тьме. Да, чтобы написать рукопись. Чтобы написать полностью хороший финал, побег, спасение Элис. Вот, она спаслась. И вроде бы все хорошо закончилось. Праздник, но ничего не дается даром. Да? Я оказался где-то в темной... Обители, за пределами реальности. Эпизод первый, сигнал. Дополнительный эпизод первый, сигнал. Вот. Когда удается сделать что-то непростое, испытываешь смешанные чувства. Удовлетворение от сделанного и облегчение. Грусть, тоску. Какое-то время ты жил только работой. Она захватывала тебя. Как болезнь меняла тебя. Ради нее отгородился от всего мира. И теперь тебе нужно выздороветь. Научиться жить без нее. Найти способ взломать запертую дверь и впустить внутрь свет. Я знал это место. Оно казалось знакомым. Но что-то было не так. А, закусочная... Дорогой олень, да? Добро пожаловать в закусочную, дорогой олень. Ба-ба-ба-ба-ба. Это было нереально. Словно во сне. У меня было неприятное ощущение дежавю. Я понятия не имел, зачем я здесь и где был до этого. Но на заднем дворе закусочной меня что-то поджидало. Так. Какая-то фальшь. Как будто. Реально, я здесь был. Это начало игры. Но обратите внимание на... Голоса этих героев. Они как будто искажены. И освещение, и вообще все здесь какое-то... Ненатуральное, фальшивое. Да ладно. Вокруг тьма. Я не мог уйти. Жуткое ощущение, что меня затянуло в кошмарный сон. По-моему, это место нереальное, да? Это где-то у меня в голове. Тьма просто взяла кусок моих воспоминаний. А это и закусочный, да? И я брожусь здесь. Ну что ж. А вот Уивер. Она все там же. Так, Андерсены. Так. Ну все так же было, как и раньше. Я включаю, потом я пару раз вдарю ему рукой. Да? Так. Ну вот, все вроде бы так же. Но все как-то... Искажено. Не натурально. Ну давайте пройдемся туда, где мы впервые встретили Барбару Джаггер. Ту женщину в черной вуале. Подожди. Они все полупрозрачные, что ли? Реально? Хе-хе. Это как будто призраки, да? Или воспоминания. Ну хорошо, давайте пройдемся. Вот почему она так боялась тьмы. Все потому, что она охраняла щелкунчик. Так, так, так. Знаете, друзья, мне бы фонарик найти. И вообще, что я здесь делаю? Какого хрена происходит? Кто-нибудь мне может объяснить? Так. Толкнуть. Опа! Неужели мы узнаем, что же было здесь? Хе-хе. Где там тот чувак, который должен был дать нам ключи? Что? Алан, послушай меня. Не ходи дальше. Что? Сосредоточься. Ты теряешь контроль над собой. Я попытаюсь помочь, как смогу. Но все зависит от тебя. Найди место, где связь получше. Что ты имеешь в виду? Я тебя не слышу. Это из-за тебя все это творится. Сосредоточься. Происходит вот что. Кошмар. Это слишком. Я больше не могу. Это уже чересчер. Неожиданно Уэйк очутился лицом к лицу самим собой. Когда я увидел тебя, то сразу понял, что это сон. Темная обитель. Вот где я. Тебе понадобится оружие. Вот. Вот с этого и надо было начинать. Это не сам свет, но это то, что он собой представляет. Тебе это понадобится. Да, детка. Фонарик. Иди сюда, родимый. Как я по тебе скучал. А ствол? Вот. Вот. Тоже хорошо. Это не оружие. Это инструмент. Для продуманного процесса уничтожения. Осторожнее. Я попробую найти место, где связь получше. Что сказал Зейн, я не понял. От того, что я знал, где я нахожусь, мне было не легче. После того, как я закончил уход, что-то пошло не так. Да? То есть я завершил свой роман «Уход», свою рукопись, которая двигала сюжет первой части Алана Уэйка. Все вроде бы закончилось, но нет, есть продолжение. Это лишь многоточие. Я узнаю, что будет дальше. Ну, пока все спокойно, да? Относительно. Что опять? Что это? Что это было? Вот. Все опять поменялось. Уже стало более реальным, да? День стал ночью. Закусочная опустила. А потом дверь слетела с петель. И Уэйку пришлось сражаться за свою жизнь. Опять глаза. Опять глаза в телевизоре. Как я не... Ненавижу это дерьмо. Это крипово. Это крипово. Так, тихо, тихо, тихо. Сосредоточься, Аллан. Сосредоточься. Все хорошо. Тьмы уже поменьше, да? Опа. Вот. Все, как и писалось. Все, как и говорилось, да? Ух ты, твою мать. Так, мне нужен узенький коридор. Ууу. Да дай пройти. Да твою мать, дай пройти. Все. Так. Кто еще? Желающий, мадапака. Жирный ублюдок на таран хочешь меня взять? Подожди, подожди. Сейчас я тебе подсвечу. Назад. Назад. Вот так. Еще двое. Так. Да. Мы справились с нашей первой опасностью. Они вышли отсюда. Вот реально, знаете, очень необычно. Мы здесь никогда не были ни в туалете, ни в этой части закусочной. То есть на кухне. Да? Кругом появились телевизоры. Пнуть. Вот здесь я узнаю Аллана Уэйкап. Пнуть. Пнуть. Все на свете мы будем пинать. Жалко, что нет такого оружия. Пинок. Пинок судьбы. Свет. Это Зейн, да? Зейн, подожди меня. Так, а как я... Мир исказился. Эти деревья, не здешние. Эпа-па-па-па-па-па. А где закусочная? Какого хрена? О, здорово, мужик. Так, тихо-тихо-тихо. Подскажи, где здесь заправка? Или хоть что-либо. Как я соскучился по Аллану Уэйку. Я уже, знаете, переживал, что игра закончена. А, нет. Вау. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты... Я понимаю, что ты борзый. Но меру-то надо знать. Так, у меня очень плохо с батарейками, друзья. Вот так. Вот так. Хорошо. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Подходи ближе. Вот-то, отлично. Опа. 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 Так-так-так. Плохо-плохо-плохо. Хорошо. Нам сюда. Нас куда-то зовет Зейн. Может мне пробежать? Плевать на них. Ну, у меня всего пять патронов, друзья. Я не знаю, хватит ли мне этого дела. Так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Ну, два патрона. Я вряд ли что-то сделаю, да? Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Заперты. Там тоже завал. Ух ты, какой медведь. Так, ничего полезного. Что? Кто запер дверь? Она только что была открыта. Рукопись. Я знал, что это мои же книги, но слова шли в разнобой во сне. Быстро перезаряжая. Патроны. В двух шагах от палатки. Постель манила к себе, но мне надо было идти. Она шарахнулась от телефона. Так. Это слово о рукописи, да? А вот и телефон. Все как было тогда. Приемник GPS работал. Этого я не ожидал. Вот, связь получше, да? Это Зейн. Алло? Я пытаюсь добраться к тебе. Ты меня слышишь? Теперь. Слышишь? Да. Слушай, я могу помочь тебе, но тебя уносит все глубже. Я не могу пробиться к тебе. Тебе надо подойти ко мне. Не могу удержать связь. Пользуйся словами. Иди на сигнал. Ага. Вот и... Система GPS работала, хотя это было... Лишено всякого смысла. Вряд ли в этом месте можно было поймать какой-нибудь спутник. Это были чужие небеса. Но все же сигнал вел меня куда-то. К Зейну. Собственно, друзья, вот название этого... Этой новой главы, да сигнал. Мы будем идти по сигналу GPS. И оно куда-то меня приведет. К разрешению головоломки. Да? Он что-то говорил про слова. Возможно... Вот они. Фонарик. Все как и было тогда, когда меня... Мною овладела тема, да? Все слова из этой рукописи, они материализуются, когда я на них свечу фонариком. Но это уже более мощный фонарик. Это круто. Опа. Хорошо. Это что? Ракетница. Да. Замечательно. Так. И энергия. Возможно, это фонарик... Ой, батарейки, да? Точно. В батареечке. Литиевые, кстати. Так что, друзья, покупайте не пальчиковые, не мизинчиковые. Хорошие, большие, литиевые батарейки. Что-то снова изменилось. Темная обитель как будто играла со мной. Ни на миг не оставалась... В темноте. Ну пока все спокойно. А! Твою мать. Сам город обратился против Уэйка. Автомобили летели на него, стремясь переломить ему кости и размазать его мостовой. Он просто сочился чего-то там, сочился чем-то. Возможно, страхом, да? Но мы не боимся. Хотя он говорил... О летающих автомобилях. То есть, все, что он говорит, обычно сбывается. Твою ж налево, сейчас у меня полетят эти машины. Надо быть начеку. Надо быть к этому готовым. Началось. Во-во-во, главное, чтобы меня не придавило. Вау! Твою мать! О-о-о! Так. Так. Это, 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 это конкретно хреново. Так, ладно. Будем... Будем защищать себя. Вот так. Сдохни машины. У-у-у! Задело, падла. Вот так. Еще одна. А, отнимай... А, это машины тоже. Нет, ну против этого я ничего не могу сделать. Они здоровые. Хотя, не используя усиление, да, можно немножко его потрепать. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот и все. Ну теперь ты, родимый. Тягач. А, обломись. Я побежал дальше. Так, что у нас здесь? Давай, 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 давай. Там машины нападают! Открывайте дверь! Что? Инструменты. Что это? О, боеприпаса, да? Замечательно. Дробовик! Все. Я полностью обмундирован. Ну, отчасти. Так. Заперты. Что опять? Гости? Их много. Вот так, получаю, блюдок. Кто опять? А, еще и третий здесь есть. Что же вы молчали? Нет, нет. Кто-то еще есть. Определенно. Вот оно, блюдок. Еще и амбал. Ладно. Здесь только фаер. Давай. Давайте, блюдки. Нажри. Жри его. Чего? Не нравится, да? Нравится, не нравится. Вау. Спи, моя красавица. Так, так, так. Надо отсюда выходить. Да твою ж мать. Все, что я видел, было знакомым. И в то же время, незнакомым. А, надо было просто выйти. Алло? Я дольше не продержусь. Ты забираешься слишком глубоко. Я попытаюсь привести тебя. Иди на сигнал. Я постараюсь. Ты должен встретиться с самим собой. Иди. Так, куда мне топать? Что опять? GPS-навигатор должен был привести меня к Зейну. Но изменения мешали ориентироваться. Надо было продолжать попытки. Один, я не выжил бы. А значит, мне нужна помощь. Либо от Зейна, либо от кого-либо еще. Вообще, знаете, было бы неплохо здесь найти Барри. Ну, или хотя бы Шерифа. И у меня очень мало патронов. Мне бы побольше этого дела. Мир искажался все больше и больше. Улица не только разрушилась, сколько исчезла вовсе. Словно чья-то гигантская ладонь зачерпнула ее в пригоршню. Все вокруг выглядело зыбким и, в общем, видимо, разрушенным. Сигнальная ракета. Вспышка. И там что-то еще. Ладно, намек я понял. Нам надо потопать по этим развалинам. Вот так. Что это? О, патрончики. И батарейки. Все, все. Очень-очень круто. Так, а у меня к тому же есть еще и револьвер. Что-то как-то я это не заметил вовремя, да? Вспышка. Может быть, это гранаты? Это было бы очень... О, да, точно. Круто. Сигнальная ракета. Так. Возьмем, пожалуй, ракету. Что? А это что? Читать. Шериф Сара Брейкер. Да? Сливки общества Брайт Фоллс. Горячая дамочка из полиции, умеющая обращаться с оружием. Каково это делать карьеру в полиции и состоять в тайном обществе? Об этом читайте в дебютной книге Сары Тамплиер-девица. Приживется ли девочка в средневековом рыцарском ордене? Давай, давай, не падай, не падай, не падай. Нет, 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 нет. Как же так? О, чуть не упал. Это было бы печально. Еще печальнее. Так, тихо, 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 тихо. О! Бежим! Фух, чуть не упал. Так, что? Тьма, да? Опять. Здорово, ублюдки. Ну что? Нападайте. Опа. Ну как вам? Вот такой вот поворот сюжета. Да, я вписал такой поворот сюжета в свою рукопись. Поэтому, друзья... Да я же перезаряжал, какого хрена? Я помню, реально я перезаряжал оружие. Еще и вороны, круто. Сдохни. Ага, не нравится, да? Твари, 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 твари. Вот так. Хорошо. Да вороны, ну пошлите прочь! Прочь, пернатые! Так, замечательно. Я думаю, что хорошо бы использовать гранатку в таких моментах, да? Надо бы их только в кучку всех. А, твою мать! Вот сюда, сюда, сюда подходите. Ловите. Вот так! Шикарно! Уху! Мы это сделали. Но это только начало. Наших приключений, да? Надо идти на сигнал. Идем по сигналу GPS. Так, неплохо. Дождик. Из патронов, из фаеров, из батареек. Я об этом мог только мечтать. Но я очень рад, что я был предусмотрительным, молодым человеком, да? И все это вписал в свою рукопись. И теперь сюжет мне как-то помогает. Точнее, развитие сюжета помогает моему приключению. Так. Какие-то недобрые звуки? Алло? Аллен. Где ты? Вот, гляди, я пытаюсь идти на твой чертов сигнал. Это темная обитель морочит тебя. Ты погружаешься все глубже. Я пытаюсь уйти тебя, но это тяжело. Что это? Я смогу помочь тебе, если ты просто перестанешь тонуть. Что? Чушь какая-то. Опять 25. Соберись. Реально пропадает какой-то смысл всего происходящего. То он говорит одно, то другое. Я гнался за Зейном, а он говорил мне, что я забираю слишком глубоко. Это звучало нелепо, но я был больше напуган, чем удивлен. Меня словно удерживала какая-то незримая сила, которой я не мог... ...противиться. Осталось только одно. Идти дальше. Клезет. Закрыто. А по-моему, мы раньше с шерифом дошли вот сюда. Куда-то. Где-то мы здесь заходили. Вот там чувак орал из окна. Да, мы заходили вот сюда. Точно. Охренеть. Обрыв в бездну, в какую-то темную неизвестность. И кругом опять же тьма. Я уже вижу проход. Наверное, мы как-то можем обойти это дело, да? Ну, вроде бы, я иду по сигналу. Хотя мне, знаете, меня не покидает ощущение, что я что-то делаю не так. Вроде бы, я иду по сигналу. Вроде бы, делаю все, что говорит мне Зейн. Но при этом, он какой-то от себя что-то чешет здесь. Тихо, тихо, тихо. Так. Тьма снята. С одного, со второго. Ну, где же вы? Так, тихо. Замечательно. Воу! Минуточку, друзья! Давайте поговорим. Нет, я передумал. Сейчас будете огребать. Все. Давай, давай, давай. Я один, и ты один. Это честный бой, да? Хопа. А еще хочешь патрончик по своей никчемной головке? В милой шапочке, конечно. Вот так. Я тебе дал шанс, чувак. Ты его просрал. Все, тупаем дальше. Сигнал GPS. Он должен меня к чему-то привести. Э. Откройте! Ублюдки. Значит... А-а-а. Перепрыгнуть. Память. Что значит память? Может быть, рукопись? Или типа флешбек? Память, память, память. Я не вижу Барри. Точно. Смотри, Уэйк, может это он? К вертолету, туда. Я это помнил. Это случилось перед тем, как мы нашли Барри. Да. Мы вот вышли отсюда, точно, и пошли за Барри. А потом была эта перестрелка у вертолета. Игровая площадка. Трогательные воспоминания Уэйка о чудных годах. Упрямый мальчишка, воображающий, будто не тоскует по отцу. Которого вовсе не знал. Все это набирало чего-то там. Уэйка, а карусели и горки словно пытались обрушиться ему на... голову? Эй, погоди. Вот это было очень не круто. То есть теперь мои враги это... карусельки? Да. Дерево, защищай меня. Фаер. Фаер, 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 давай. Нет, не тухни. Так. Все хорошо? Челега здоровая. Нет, это горка, да? Горка и качелька. Опа. Вот так. Фух, твою мать, отделались. Ну, конечно, мы потеряли фаер. Это печально. А это я помню. Вот концертная площадка. Это вроде бы церковь, да? Мы там искали путь к вертолету, точно. И здесь была бойня такая. Настоящее наполеоновское сражение. Может быть и сейчас меня ждет нечто подобное. Ну-ка. А, конечно. Мне нужен был ключ. А где я вам его, типа, найду? Хотя можно... Пойди через окошко, да? Опа. Олень. Олень сбунтовался. У-у-у. Голова куда-то улетела. Вот что значит потерять голову от счастья. Но я понимаю, что вы увидели... Ау-у-у-у. Блин, больно. Я понимаю, что вы увидели знакомого, популярного писателя, Алана Уэйка, который, по сути, все это вокруг и придумал. Но, как бы это, понимаете, да? Что надо уважать своего хозяина. Не надо его пытаться убить. Опа. Так, давай, исчезни, исчезни, исчезни. Пропадай. Вот так. Все. Или нет? Ключ. А, вот он, ключ. А что он там делает? Уж я выскажу пастору Говарду все, что думай об этом замке. Я же говорила, что его надо отремонтировать. А, она его открывает. Но уже в своих воспоминаниях, да? Есть. Замечательно. Инструменты. Вот так. Так, так, так. Полные карманы. Набиваем. Набиваем. Набиваем это дело. И я думаю, что время немножко пострелять. А то как-то мы давно не использовали ружбайку. Мир менялся. Выходил из-под контроля. Он был слишком большим изнутри. Потолка было не разглядеть. Что-то там двигалось. Он заблудился. И не мог найти выход. Вот черт. То есть это обо мне. То есть это я. Сейчас не смогу найти выход. Так, друзья. Давайте постараемся. Я верю в вашу поддержку. Мои дорогие друзья, зрители, мои бро. Мои подписчики. Вы все самые лучшие. Давайте мы поверим в Ална Вейка. И поможем ему затащить эту игру. Ну или хотя бы эту главу. По ноте. Это первый шаг. Черт. Сколько можно? А, еще и подвалы. Шикарно. Изменения становились все резче. Я не знал, мир ли разрастается, или я уменьшаюсь. Сигнал ослабевался каждой минутой. А это значило, что выход придется искать самостоятельно. Вдомно. Так. Неплохо. Может этого не надо было делать? Может быть это типа мне поможет? Вот допустим попрут эти одержимые. Во, точно. Я же говорил. Ну-ка. Ну что? Ну как тебе? А вот тебе, мой друг. И прощай. Вовремя сообразил. А то так бы все эти домные истратил. И было бы очень плохо. Так. Выход надо найти самостоятельно. Ублюдок. Давай, давай. Подходи. Сейчас я тебе покажу. Воу. Вот так. Уху-ху-ху. Ну что? Огребли? Черти. Проклятые. Давай, 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 давай. Вот так. Есть. Я затащил. Затащено, друзья. Теперь надо найти выход. Выход. Выход где-то здесь. Должен быть. Возможно. О. Здорово, мужик. Иди в дом, ну. В дом, ну говорю. Их там до хера. Надо их заманить. Куда-нибудь поближе. Вот так. К примеру, да? Домна. Работай. На меня. Так, надеюсь, я иду правильно. Их там... Их там целая куча. Вот и все. Так, надеюсь, это выход. Влезть. А, типа лестница, да? Шикарно. Поехали. Так, что это? Куда ты меня привел? Зэй наставил мне страницу. Он пытался помочь мне. Ну что же там? Контрольная точка достигнута, да? Брррр. Ну-ка. Ух ты. Стена. Бестселлер. Крик. Вау. Дрожь. Стена. Ну да, очень похоже на стену. Друг. Барри. Может, это Барри? Точно. Оу. Барри? Ха-ха-ха-ха. Неплохо выглядишь. Ты. Ты не настоящий. Нет, правда. Что меня выдало? Прозрачность? Я плотовое воображение, как и все, что ты здесь видишь. Может быть, даже ты сам. Это безумие. Да, именно так. Все случилось раньше имело четкий смысл. Но все это уже безумие. Молодец, Алл. Угадал. Что ж, мне вообще-то пора. GPS и типа все такое. GPS, да, я знаю. Иди на сигнал, ясно. Ага. Ну, хоть он и плод моего... Так, как бы то ни было, я здесь, чтобы выручить тебя, приятель. Тебе надо взять себя в руки, хорошо? Ты ноешь в точности, как настоящий Барри. Тебе это известно? Алл, крошку, успокойся. Все путем. Просто будь тут повнимательнее. Тебе нужно сделать то, что говорит Зейн. Он тут много лет прожил, ему виднее. Окей. Так. Я так понимаю, что он плод моего воображения, но он может мне помочь. Это все тот же Барри, да? Ох, друзьяшки, сейчас будет весело. Но я думаю, что это веселье... Так, в общем, я рад тебя видеть, Барри. Эй, Аллан, не обделайся от злости. В глубине души ты ведь всегда рад меня видеть. Себе не соврешь, понимаешь, о чем я? Да, конечно. С нетерпением жду наказания. Ты? Нет, правда? А мне-то всегда казалось, что ты бросил свое ремесло, чтобы беды не нажить, да? Спасибо тебе за это, чувак. Вот я, знаете, вроде бы это всего лишь фантом. Мое воображение, но он меня, блин, подкалывает. Барри знает меня лучше, чем я сам. Хе-хе-хе. В общем, я хотел сказать, друзья, что сейчас будет очень весело, и все это дело мы оставим, наверное, на следующую серию наших прохождений Алана Уэйка дополнительные главы «Сигнал». Ну что ж, давайте, всем спасибо за внимание, ждите продолжения. Обязательно поддержите видео пальчиком вверх, зовите друзейшек на канал и в группу ВКонтакте, и не забывайте сохранять позитивчик. Это важно. Всем пока.